А чё, выглядит как анимешка. Ещё пик, это какая-то музыка гейская играет. Я чувствую подвох. Полагаю, именно такой была реакция большинства игроков на данный камуфляж. Ибо у нас тут собрались беженцы из Танк Блик, пытающиеся покинуть Матрицу. А их тут вновь настигло прошлое. Однако, мне придётся вас разочаровать. Но подобный камуфляж нереально реальный. Похожим образом красят технику под различные танковые биатлоны. Конечно, это не болевые условия реального боя, но и у нас игра не танковый симулятор. За сих на этот раз нам придётся понять и простить. А в продолжение Тарантиновского вступления я добавлю, что когда данный взвод анонсировали, один мой знакомый крайне негодовал и требовал оперативно организовать ИС-6-2-0. А иначе бедни фри-ту-плей игроки будут страдать от Т-55, которого просто взяли и попустили на ранг ниже. На что я в ответ лишь подошёл к окну, много думал и плакал. Ибо по такой логике нужно процентов атак 90 взводов седьмого ранга вывести из игры. На этом около-клоунские вставки окончены. И я постараюсь, но не обещаю всё-таки в конце-то концов начать обзор. В нашей шедевра игре, геймплея содержащей, сложилась следующая иерархия. Почти 100% сетапов терпят на дне списка и в его топе давят всех и вся катком. Иного быть не может. Однако, если и может, то значит взвод имба. Хороший тому пример эталонно-этиловый ракетный француз или первая БМП. К чему же в таком случае можно отнести новых китайцев? Это скорее первая ситуация, потому как даже в топе играются они крайне сомнительно и вовсе не окей. И хоть я отношусь весьма предвзято к машинам типа ЖТ-54, поскольку нахожу уж слишком гениальную идею размещения боевкладки в баках на передней части корпуса, ну судить постараюсь в праве быдла. И я абсолютно уверен, что добрая часть комьюнити меня осудит. Но разницы в 69-м типе и 59-м я особо не нашёл. Конечно она есть, но настолько несуразная, что в бою это практически не будет чувствоваться. Оба едут как говно, стреляют как два говна, да и вообще с какого-то хуя у первого перезарядка почти 9 секунд, а у второго 11 нахуя. При том, что в ББ у них это время составляет всего 7,5 секунд. Это крайне существенная разница, если учитывать тот факт, что мета ВСТ по типу первой Леопки и 30-го Амиха обладают КДшкой в размере 6,7 секунд. Можно, конечно, парировать это тем, что тут якобы есть камеры, но они настолько ущербные, что даже против 6-го ранга иной раз лучше брать БПСки. По сути, единственная существенная разница между пушками китайцев, это двойной стабилизатор у 69-го типа, против только вертикального у 59-го. Ну и, конечно же, перезарядка на 2 секунды дольше, хотя, на мой взгляд, 8,5-й это уже цирк. А и да, ломов у первого типа нету, даже не рассчитывайте. Касательно динамики я уже вроде всё сказал, хотя разница в том, что на втором типе можно отыгрывать как ПТшка, ибо башня практически не вращается. У 69-го с этим нету проблем и можно даже позволить себе уехать с респы и оставить любимый камушек под второй выезд на 59-м тайпе. Помимо этого, последний совершенно не имеет дымов, в то время как первый обладает шашками и ещё ТДА должен быть. Но вы мало донатите, поэтому что? Правильно, не будет. Китайская реинкарнация бульдога это неплохо, прям действительно хорошо. Перезарядка всего 6 секунд, есть ломы, пусть и не слишком убойные, но дьявол кроется в деталях. Потому не поиграв, сложно сразу выявить проблему танка, а заключается она в наборе хода. Он тут проигрывает даже Маусу, а о поворотах и думать страшно. Короче говоря, максималку можно набрать только если десантироваться с МКС. Ну и пожалуй одним из самых нормальных танков здесь будет как раз таки ЗСУ 57-2. Хотя и будет ей немного сложновато на рангах повыше, но это всяко лучше, нежели брать 59-го типа и играть от горы на Польше. А итог таков, что особо упарываться нет смысла. Видали мы конечно с этапа и хуже, но этот очень с натяжкой подойдет для фарма новичкам. И то, если упадет бесплатно с одного ключа. Главная часть все, но я с вами не прощаюсь, ведь дальше вы увидите несколько боев на этом взводе в моем исполнении. Один с комментариями от меня, а другой лишь со звуковым сопровождением самой игры. Поэтому за мои старания не скуфитесь оценить видео по достоинству, а также не забывайте о моих социальных сетях. Там регулярно проходят розыгрыши для игр, которые я снимаю. А помимо этого, вы можете принять участие в жизни канала и просто душно пообщаться со мной. Итак, друзья, товарищи, в этот раз нам более-менее повезло с картой. К тому же попали, мы как можете наблюдать, к шестым рангам. За сих я особо не парился и нагрузил полную боевкладку каморников. Дам им, так скажем. Не второй, конечно, шансы, даже не третий, не десятый, но все-таки попробовать еще раз стоило бы. Ну, а как, собственно, начнется движ, я включусь. Ну, собственно говоря, вот и пошла движуха. Я думаю, можно, в принципе, наглеть. Ну, почти наглеть. Видите, мне даже туровозка особо навредить не смогла. Конечно, очень повезло, что попался не самый опытный танкист. Но все-таки, я же говорю, можно немного понаглеть, поборзеть. Потому как я уже одну жизнь, считайте, поменял на двоих. Глядишь, еще кого-нибудь сейчас с собой заберу. Неприятно. Ну, вот, командир склеили. Так, дайте-ка я чуть-чуть откачусь и поставлю на ремонт заряжающего. Тут, кажется, М48 собирается закатывать. Я, конечно, не уверен в этом, но... Ориентируюсь я на мини-карту. Давайте еще назад отъедем, чтобы не попасть под перекрестный огонь. Лево там вроде держит еще, значит, я буду держать право. Так, ну, это очень нехороший выстрел. Но у него вроде как пушка назад не особо хорошо гнется, а понятно. Ну, не существует РПУ вот этого всего, да. Я согласен, что выстрел, конечно, зафейлил, но... Сейчас бы умирать от рты на среднем танке. Полетели на бобре. Быстренько ему отмстим. Где-то здесь он был. Дымов, как можете наблюдать, здесь нету вообще никаких. Ни дымовых шашек, ни сзади баков. Что несколько усложняет игру. А вот этому самолетику опять сделали пять бомб. Ну, впрочем, и правильно тут и с пятью бомбами можно вполне себе уверенно обходиться. Так, это вроде как не зенитка, хотя поливает она неплохо. Что ж ты такое? Интересно. Это что ли какой-то был этот АМХ? У них вроде пулеметы такие плотные. Я уж было подумал, это какой-нибудь Мардер или Брэдли даже. Так, ну, не буду особо ломиться. Потому что вдруг там образный М48 на кумысах, тогда мне будет плохо. Второй отъехал. Вот так вот спокойненько сейчас додавим точку. Стоял, высматривал, думал, не мог понять, это леопард или труп от него. А враг там вообще стоит за храмом. Все, сейчас точку обратно к рукам приберем быстренько. Точка не перейдет под наш контроль, пока я не разберусь со всеми врагами на ней. Поэтому дайте-ка я развернусь, чтобы выезжать на АМХ лбом. И уже тогда поговорю с ним. Рикошет. Ну ладно, угол был неплохой. Я просто немного боюсь на него выезжать. Все-таки командирка у меня здоровая. При должном умении можно неплохо мне закинуть. Вот это уже мне больше нравится. Но в теории он еще может стрелять, потому что у него жив заряжающий. Ну все, уже... Уже не важно. Так, далее... Да, хорошо. Слева вроде никого, в дымах кто-то там засел. Где вы стоите, сударь? Наверное, слева грохнули. Ну да. Под таким углом еще залетело. Интересное дело. Ну и напоследок давайте возьмем бульдога. Мы вроде как все равно побеждаем. Да, не буду камуфляж менять. Пусть остается вот такой вот душный. Отличный самолет дали. Шансов сбить Канберру у меня примерно ноль. Я ее даже догнать не могу. О чем тут речь может идти. Ну, в принципе, и нотка скил-иста тут тоже была. Однако не мне вам рассказывать о том, насколько хорош данный самолет. Благо никто не умер, ну и хорошо. На самом деле, выживших не так уж и много, поэтому можно сейчас будет спокойненько тут со всеми разделаться. Понимаю. Понимаю и верю. Да давайте куда-то сюда. Я не особо помню, где там БК у него. Тут еще ломы довольно тоненькие. Попробуй, попробуй, попробуй этими карандашами попади. Оп, вот это было хорошо. Ну, пулеметом распиляли. Браунинг делает дела. Так. Но опять-таки прошу учитывать и помнить, что я играю против шестого ранга, и все-таки они для меня особой такой конкуренции не представляют. Это было сильно. А еще разок. Повезло. Было опасно. Так, ну первое место, 8 фрагов. Хотя и второе место не сильно-то отстает. У него там почти 1100 очков. Но это все потому, что я точку захватил несколько раз. Ну, как минимум один. Так, на этом, собственно говоря, бой подходит к концу. И давайте я вам покажу фарм с, кажется, бустерами и премиум аккаунтом. Не какой-то сверх крутой бой, но это вроде бы награда без бустеров. Потому что с бустерами тут было бы примерно 1040-50. Тут еще немного замедальки насыпало. Ну и, в общем, вот так это дело выглядит. Делайте выводы, а я на сегодня все. Атакуйте точку С! И когда? Не так точно. Где тут? Благодарю вас! Благодарю вас! Благодарю вас! Благодарю вас! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...